Уважаемые коллеги, уважаемые абитуриенты, родители, все вузы государственные во время приемной кампании руководствуются общим порядком приема высшеучебные заведения. Тот порядок приема вуза, который утвержден соответствующим приказам Министерства образования и науки Российской Федерации. В этом году есть некоторые особенности приемной кампании. Во-первых, это касается тех абитуриентов, которые имеют право на определенные льготы. Речь идет о абитуриентах, которые имеют право претендовать на прием без вступительных экзаменов, вне конкурса и имеют преимущественное право при зачислении. Вот эти категории абитуриентов должны предоставить приемной комиссии вуза оригинал документа об образовании. То есть воспользоваться этой льготой приема без вступительных экзаменов, вне конкурса или по особым условиям конкурса, они могут только в одном вузе и только по одной специальности. Если они хотят участвовать в конкурсе в другие вузы, по другим специальностям, они участвуют в других вузах в конкурсе на общих основаниях, то есть по общему конкурсу. Льготой можно воспользоваться только в одном высшем учебном заведении. Второй особенностью этой приемной кампании является то, что в порядке приема четко прописано два этапа зачисления. Первый этап зачисления будет происходить в вузах 5 августа, и второй этап на оставшиеся вакантные места будет происходить 10 августа. Абитуриентам очень важно помнить две даты, когда они должны предоставить оригинал документа об образовании, потому что зачисление происходит и на бюджетные места, и на места с оплатой стоимости обучения, только при наличии предоставленного в приемную комиссию оригинала документа об образовании. Мы бюджетные места предоставляем, вообще с учетом того, что количество бюджетных мест у нас во всех вузах превосходит количество выпускников, то обстановка не очень сложная по-прежнему. Демографический провал, который в результате своеобразной жизни в 90-е годы, когда рождались дети, поступающие сегодня, он еще дает себя определенным образом знать для тех, у кого есть по численности проблемы определенные. Поэтому сейчас не очень сложно получается поступить. Единственное, ребята должны знать, что за них государство будет выделять уже с этого года деньги за каждого поступившего. Причем очень неравномерно. Например, если юристы, экономисты в университете, там еще где-то порядка 44 тысячи, ну 60, то агроном у нас, допустим, уже 77. И государство очень много денег платит за их обучение, и не воспользоваться сейчас этой возможностью – это просто глупость. В Тверском государственном университете, так же, как и везде, приемная кампания идет полным ходом. Бюджетных мест у нас практически не изменилось от уровня прошлого года. Если в прошлом году мы имели 1076 бюджетных мест, в этом 1069 бюджетных мест, фактически один в один. Поэтому я присоединяюсь к коллегам, которые говорят о том, что достоверную информацию лучше получать непосредственно в приемных комиссиях, а не с уструста. Потому что разговоры о сокращении бюджетных мест под собой не имеют никакой почвы. Еще раз повторюсь, в университете количество бюджетных мест осталось на прежнем уровне. Так же, как и в прошлом году, мы полновесно перешли на двухуровневую систему подготовки. Поэтому в этом году мы принимаем на обучение на первый курс бакалавриата и на первый курс магистратуры. Бакалаврских программ у нас около 50 в университете и программ магистрской подготовки более 40. То есть спектр, по которому абитурент может сделать свой выбор, достаточно широк. Начиная от физико-математических наук и заканчивая, о которых мы говорили, гуманитарными и экономическими науками. На сегодняшний день наибольшее количество заявлений, пока подлинников не так много принесено, к сожалению, в университет, то можно сказать, что наиболее востребованными остаются государственное и муниципальное управление, экономика, юриспруденция. Причем, отмечу, юриспруденция гораздо ниже управленческих направлений стоит сейчас. Сейчас все хотят быть госслужащими у нас. Туризм, сервис. Вы понимаете, что выбор этих направлений связан с представлением абитурентам о красивой будущей жизни, что не совсем соответствует действительности. Ну и, конечно же, сегодня не раз было сказано, что клинический университет – это подготовка учителей. К сожалению, у нас в университете с переходом на двухуровневую систему подготовка учителей полноправно занимается. Один факультет теперь педагогический. Вот в сфере, опять же, политики государства в области образования нужно сказать, что здесь бюджетных мест выделено достаточно. У нас общее количество бюджетных мест в Тверском государственном техническом университете уменьшилось незначительно. По очной форме обучения для поступления на первый пост примерно 800 бюджетных мест. Еще обычно мы где-то 200 человек платно принимаем, то есть соотношение платное и бюджет, где-то 80% бесплатное обучение, 20% платное. Еще примерно 150 мест бюджетных есть для заочного обучения. И вот тоже такой существует миф, что бесплатного заочного обучения уже не осталось. Нет еще осталось, и вот у нас почти 150 мест. Для людей, которые как раз работают на производстве, давно закончили школу, существует возможность бесплатно по заочной форме получить высшее образование. Предпочтения абитуриентов сложились уже давно, и об этом уже было несколько рассказано. То есть у нас есть один дне технический факультет, он теперь называется факультет управления социальных коммуникаций. Абитуриентов там предостаточно. К техническим специальностям интерес слабее. Но есть некоторые сферы, где все-таки интерес достаточно большой. Сферы эти тоже традиционные. Это строительство, инженерно-строительный факультет. Конкурсы всегда большие. Строили всегда. Строить сейчас будут, строить и дальше. Это специальности в сфере компьютерной техники и информационных технологий. Здесь у нас произошла небольшая реорганизация. В УЗИ создан специализированный факультет, который все свое внимание сосредоточит на подготовке таких специалистов. Он называется факультет информационных технологий.